После того, как мы вложили несколько панок, их нужно пристрелить пневмопистолетом. Вот в него вставляются такие гвозди. Он работает на сжатом воздухе, который подается от компрессора к пистолету через шланг. Но компрессор мы отсюда вынесли, потому что он создает шум. Шум, конечно, не значительный, но работая целый день, немножечко устаешь от этого шума. Покажем мы компрессор. Вот он. И торцовочная пила. Это у нас прямая палуба, разбежка, да? Да, это обычная ударная палуба, без всяких изощрений. Красивая структура. Да, у них неплохая структура, игра цвета. Вот опять мы вложили несколько панок. И так продолжаем дальше с каждой палубой. Зазор под стенки мы оставляем приблизительно 0,8 миллиметра, 1 сантиметр. Это технологический зазор, на тот случай там меняется влажность в зависимости от погоды. А это все-таки дерево, чтобы было куда играть чуть-чуть. А шире можем оставить зазор? Шире не можем, потому что сейчас плинтуса есть разные. Европлинтус это перекрывает. Если мы оставим шире зазор там 1,5-2 сантиметра, Европлинтус вертикальный уже может не перекрыть. Поэтому мы перестраховываемся. Независимо от того, какой будет здесь плинтус, мы делаем минимальный зазор. 0,8 миллиметров в сантиметр. По поводу фаниры. Некоторые говорят, что ее шлифовать не обязательно. Достаточно пошлифовать только стыки между... Дело все в том, что фанеру обязательно нужно шлифовать. Какая она ровная либо стяжка имеет погрешность и стяжка, и фанера. Для этого обязательно, если вы хотите получить сюда ровный холл, то нужно обязательно шлифовать фанеру. Не только стыки, а полностью всю площадь. Точно так же, как это делается со шлифовкой паркета. Потому что всей неровностью два шлифовка паркета не получится. Все должно идти по этапам. За один этап чуть-чуть снялось, за другой этап чуть-чуть снялось. То есть мы сейчас уложили паркет, и сколько ему нужно будет? Вот в данном случае у нас паркет плохо заходит в времени. Для этого мы берем духовничек. Обычный кусочек паркета. Для того, чтобы не поломать ни фазы, ни гребень. И пристеливаем. После укладки паркету нужно будет минимум неделю полежать. Для того, чтобы высох клей. Паркет взял ту необходимую температуру и влажность, которая находится в помещении. Чтоб после шлифовки с притерлаком у нас не было проблем с трещинками и тому подобное. То есть минимум недели он должен высохнуть. Должен высохнуть и улажаться паркет.